Нам же нужно погреться, суша нужна. Выпускаю их. Они по разным углам все. У каждого свое. Это вот сейчас пойдет на беговую дорожку. В квартире Натальи Новоселовой поселились разом шесть черепах и декоративная ванная. Женщина приютила у себя тартилок на время, узнав из интернета, что зоопарк, где они живут, на грани закрытия и срочно нужна помощь по передержке. Там вот у них на родине война идет, а не здесь. Краснокнижные сирийские хомяки почти в полном одиночестве вынуждены держать оборону. Игуан, змеи, птиц, кроликов, насекомых владельцы уже раздали вместе с вольерами. Биолог Вероника рассказывает, парк создавали при поддержке волонтерского движения «Хвостики». Часть питомцев переехали сюда из сада бабочек, которые закрыли, а часть приносили сами горожане. Животные у нас были отданы, откуда-то найдены. Это тоже своего рода люди приходят. Кто-то просто нам подкинул, кто-то еще. Кто-то просто отдал надоевшее животное. Как владельцы не крутились, аренда в центре города проела все деньги. А в последнее время, рассказывают зоопарки, их выживали из помещения, отключая электричество за долги. При том, что условия, в принципе, здесь далеко не тропические. 9 градусов тепла и весенняя капель с потолка. Нам сейчас нужна помощь в плане найти приемлемое помещение. Это одно. И другое, нам сейчас крайне необходима помощь инвесторов. Поддержки вообще никакой нет. По крайней мере, я со своей стороны, как обычный волонтер, я не знаю никакой поддержки. У нас брошенные животные, это что экзотические, что домашние бывшие, кошки, собаки. У всех, в принципе, одна судьба. Либо находят добрые люди и выхаживают за свой счет, либо они погибают. Собственники здания говорят, они не волонтеры и привыкли работать за деньги. Бесплатно, сколько могли, мы их держали. Дальше такой возможности нет. Мы изыскали возможность ремонтироваться, будем ремонтироваться. У нас там планируем договориться с городом сделать зал круглосуточной регистрации с этой стороны. И понятно, что свадебные церемонии будут плохо сочетаемы с теми коммунальными сложностями, которые сейчас из-за парка бабочек есть. Учитывая, что они давно уже не платят аренду, с ними расторгнут договор аренды, то я не знаю, какой конфликт может тут существовать. Если конфликта нет, то заложники ситуации есть. Сирийских хомяков и японских мышей вместе с вещами парка опечатали, сообщают волонтеры до момента, пока владельцы не погасят долги за электричество. Юлия Мавшевич, Станислав Салтыков, Новости ТВК.